В Москве уже близилось утро, когда машина второго человека в государстве на большой скорости промчалась через притихший город. Если кто-то из москвичей, гулявших по ночной столице, и обратил внимание на скользившие по асфальту черные лимузины, то вряд ли удивился. Советские люди знали, что вождь его соратники неустанно трудятся на благо Родины, засиживаются допоздна, разъезжаются только под утро. Чего они не знали, это то, что члены Политбюро из Кремля ехали к Сталину на дачу, где за ужином продолжали решать судьбы Родины. Поехали. На сей раз пассажир лимузина приказал вести себя не на сталинскую дачу, а в Спасахаус. Резиденцию американского посла в Советском Союзе обрала Гарримана. Вячеслав Михайлович вошел в эту дверь. Гарриман ждал его. По ту сторону океана произошло драматическое событие. В 4.45 дня на теплых источниках в штате Джорджия от кровоизлияния в мозг скончался президент Соединенных Штатов Франклин Долано Рузвельт. Ему было всего 63 года. За два часа до этого, подписывая срочные бумаги, он пожаловался на невыносимую головную боль и рухнул на пол. Ровно через час информационное агентство International News Service сообщило о смерти Рузвельта. В Лондоне время шло к полуночи. В Берлине уже наступил новый день. Министр пропаганды Йозеф Геббельс позвонил фюреру, чтобы восторженным голосом сообщить о смерти Рузвельта. Теперь антигитлеровская коалиция рухнет и в войне произойдет поворот. В Москве в Спаса-хаусе шел прием, когда в час ночи позвонил дежурный, чтобы сообщить послу Гарриману новость, которую только что передала радиостанция американских вооруженных сил. Трубку взяла дочь посла Кэтли. Всех гостей тут же отправили домой. В 2 часа 50 минут позвонил Гарриман и попросил сообщить народному комиссару Молотову, что незадолго до 23 часов по московскому времени скончался президент Соединенных Штатов Рузвельт. Гарриман заявил, что сегодня днем, по возможности раньше, он хотел бы видеть господина Сталина и господина Молотова. В 5 минут четвертого дежурный по наркомату иностранных дел, который находился тогда здесь на площади Воровского, позвонил в американское посольство и сказал, что нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов сам приедет в посольство. На следующий день Гарриман доложил Вашингтон. Молотов казался очень расстроенным и взволнованным. Я никогда не видел его таким искренним. Вечером американского посла привезли к Сталину. Он встретил меня скорбным молчанием, писал Гарриман, и не отпускал моей руки секунд 30. Президент Рузвельт умер, сказал Сталин. Но дело его должно быть продолжено. Мы окажем президенту Трумэну поддержку всеми своими силами. Сталин связывал с Рузвельтом немалые надежды. Война еще не была окончена, вермахт продолжал сопротивляться. И тем более не была решена судьба послевоенного мира, где многое зависело от позиции президента Соединенных Штатов. В Белом доме знакомого Сталину и симпатизировавшего ему президента сменил вице-президент Гарри Трумэн, который не имел опыта в международных делах, презирал безбожный коммунизм и разделял взгляды многих американцев, которые не видели особой разницы между нацистским и сталинским режимами. Трумэн печально прославился фразой, сказанной журналисту после нападения Германии на Советский Союз. Если мы увидим, что Германия побеждает, нам следует помочь России. А если будет побеждать Россия, мы должны помогать Германии. И пусть они убивают друг друга сколько могут. Хотя я ни в коем случае не хочу видеть Гитлера в роли победителя. Историю Холодной войны, которая почти без промедления сменила войну горячую, принято отсчитывать с фултонской речи Уинстона Черчилля. Чуть позже мы расскажем о том, при каких обстоятельствах она была произнесена. Но когда в марте 46-го Черчилль говорил о железном занавесе, который разделил Европу, и призывал Соединенные Штаты объединить усилия с Англией, чтобы противостоять мировому коммунизму, Холодная война уже началась. Мысленно возвращаясь к волнующим событиям весны 45-го, политики и историки еще долго будут пытаться понять, почему вчерашние союзники так быстро стали врагами. Встреча на Эльбе 26 апреля 45-го советских американских солдат была искренне и счастливой. Приветствую доблести войска наших союзников, стоящие теперь на территории Германии. Но уже через несколько месяцев союзники оказались по разные стороны баррикады. И многие десятилетия они будут считать друг друга врагами и всерьез готовятся к войне. Память о союзе в борьбе с нацизмом исчезнет быстро, а след Холодной войны останется надолго, если не навсегда. Была ли Холодная война неизбежной? Кто ее начал? Кто произвел первый выстрел? И зачем? Вот вопросы, на которые не так-то легко дать ответ. Судьба послевоенной Европы решалась в Крыму. 4 февраля 1945 года открылась Ялтинская конференция. Царила атмосфера практически полного согласия. В первый же день заместитель начальника генерального штаба Алексей Накенч Антонов попросил союзников нанести авиаудары, чтобы помешать немцам перебросить подкрепление на Восточный фронт. Он особо выделил три транспортных центра. Берлин, Лейпциг и Дрезден. Союзники открытывались. В ночь на 13 февраля на Дрезден обрушились бомбы. Когда ковровые бомбардировки Дрездена закончились, утром 15 февраля, официальное число погибших достигло 40 тысяч. Сталин считал, что победитель в войне имеет право на территориальные приобретения. Он, во-первых, хотел, чтобы мир признал новые советские границы. То есть включение в состав СССР прибалтийских республик, территорий, присоединенных в результате раздела Польши, а также Бессарабии и Буковины, прежде принадлежавших Румынии. Во-вторых, Сталин хотел обезопасить страну от Германии, с которой дважды пришлось воевать. Для этого он намерен был создать вокруг Советского Союза поезд дружественных государств. Все территории, на которые вступила Красная Армия, должны были войти в советскую сферу влияния. Сталин говорил своим партийным товарищам, в этой войне не так, как в прошлом. Кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может. В определенном смысле Черчилль сам предложил Сталину поделить Восточную Европу. Это произошло еще до Ялты, в октябре 1944-го, когда Черчилль вновь приехал в Москву. Британскому премьер-министру показалось, что дядя Джо проявляет больше, чем когда-либо раньше, сговорчивость. И Черчилль решил, что надо ковать железо, пока горячо. В первый же день переговоров, в 10 вечера 9 октября 1944-го года, в Кремле, он передал Сталину листок бумаги, на котором обозначил в процентах соотношение влияния Советского Союза и Англии в различных странах Европы. В Греции 90% к 10 в пользу Англии. В Югославии пополам. В Болгарии 75 к 25 в пользу СССР. В Венгрии пополам. Одни считают этот шаг британского премьера бесстыдной привычкой великих держав решать судьбы народов по глобусу. Другие – умным ходом, в попытке сохранить за Западом какие-то позиции в Центральной и Восточной Европе. При этом Сталин и Черчилль презрительно относились друг к другу. «Может быть, вы думаете, что мы забыли, кто такие англичане и кто есть Черчилль?» – говорил Сталин одному из руководителей Компартии Югославии. «У англичан нет большей радости, чем нагадить союзникам. А Черчилль он такой, что, если не побережешься, он у тебя копейку из кармана утянет. Ей-богу, копейку из кармана. Рузвельт не такой. Он засовывает руку только за кусками покрупнее, а Черчилль – и за копейкой». «Россия – это большое животное, которое очень долго голодало», сказал премьер-министр Черчилль руководителю свободной Франции Шарля Дуголи. «Сегодня невозможно не дать ему насытиться. Но речь идет о том, чтобы оно не съело все стадо. Я стараюсь умерить запросы Сталина, который, кстати сказать, если даже и обладает большим аппетитом, не утрачивает здравого смысла. Кроме того, после еды начинается пищеварение. Когда придет час усвоения пищи, для русских настанет пара трудностей. И тогда Николай Угодник, быть может, сумеет воскресить несчастных детей, которых людоед засолил впрок». В Ялте Сталин, Черчилль и Рузвельт установили рубеж, на котором должны были встретиться наступающие советские войска и войска союзников. После войны эта демаркационная линия превратится в линию раздела Европы. Западные политики понимали, что у них мало шансов повлиять на судьбу Восточной Европы. Перед отлетом в Ялту Черчилль сказал своему секретарю, «Все Балканы, кроме Греции, будут большевизированы. Я ничего не в состоянии предпринять, чтобы это предотвратить. И для Польши я тоже ничего не в силах сделать». Конечно, в Ялте ни американцы, ни англичане не согласились на то, чтобы освобождаемые советские армии страны перестраивались по советскому образцу. Приняли декларацию об условиях демократического переустройства государств Европы. Но западные лидеры признали особые интересы Советского Союза в Восточной Европе. В Ялте третьим был Сталин. Он считал, что он с Черчиллем и с Рузвельтом договорился о послевоенном переустройстве Европы. И союзники полагали, что они со Сталином обо всем договорились. На самом деле все трое совершенно не поняли друг друга. Это стало одной из причин холодной войны. Проблема в том, что в Москве, Вашингтоне и Лондоне по-разному понимали, что такое особые интересы. И сильно заблуждались относительно намерений друг друга. Сталин считал, что договорились так. Он не строит авианосцы и не вторгается в сферы, которые Америка и Англия закрепили за собой. Но и Западу незачем влезать в то, что он делает в Восточной Европе. Англия вступила во Вторую мировую в сентябре 1939-го ради Польши, на которую напал Гитлер. Потом польские летчики храбро защищали британское небо. Они сражались вместе с союзниками в Италии и во Франции. На выборах американского президента к избирательным урнам приходили 7 миллионов избирателей польского происхождения. Ни Англия, ни Америка не могли остаться равнодушными к судьбе Польши. Осенью 1939-го Сталин принял участие в разделе Польши. Часть польской территории отошла Советскому Союзу. Сталин согласен был только на такое правительство в Варшаве, которое признает новые границы. Президент Франклин Рузвельт откровенно говорил послу Гарриману, что ему, в общем, все равно, станут восточноевропейские страны коммунистическими или нет. Ему важнее было обеспечить участие Советского Союза в войне с Японией. Он намеревался сразу же после победы над Гитлером вывезти американские войска из Европы. Рузвельт писал Черчиллю. Умоляю, не просите меня оставить американские войска во Франции. Я просто не могу этого сделать. Мне надо будет вернуть их домой. Это вам следует воспитывать и наказывать собственных детей. Я не хочу, чтобы Соединенные Штаты брали на себя бремя перестройки Франции, Италии и Балкан. Это не наша задача, коль скоро мы отдалены от этих мест более чем на три тысячи миль. Франклин Рузвельт, переболевший полиомиелитом, медленно умирал от церебральной ишемии. Страдал от высокого давления. Больное сердце не могло в должной степени снабжать кислородом мозг. Вице-президент Гарри Трумэн, побывав в Белом доме, в ужасе сказал жене, что у Рузвельта трясутся руки. Физически он буквально рассыпается на куски. Считается, что на Ялтинской конференции в феврале 45-го Рузвельт чувствовал себя настолько плохо, что не понимал Сталина. Советник Рузвельта Гарри Губкинс говорил, «Мы действительно всем сердцем верили в то, что занимается заря нового дня, о наступлении которого все мы молились. Ни у президента Рузвельта, ни у кого-либо из нас не возникало ни малейшего сомнения в том, что мы сможем мирно жить и ладить с русскими. Но никто в действительности не знал, какие мысли скрывал в своей голове Рузвельт. Он был загадочным человеком, и по сей день американские исследователи еще не до конца в нем разобрались. Мелкие уловки и высокие принципы все сочеталось в нем самым невероятным образом. Он был политиком до мозга костей». В Сталине Рузвельт видел партнера в сохранении послевоенного мира. Но если бы он убедился, что Сталин не тот, каким он себе его представлял, Рузвельт стал бы его противником. 24 марта 1945 года, перед тем, как отправиться на воды в Джорджию, Рузвельт прочитал телеграмму своего посла в Москве Авера Лагаримана и произнес, «Авера прав. Со Сталином невозможно иметь дело. Он нарушил все обязательства, которые взял на себя в Ялте». Выходит, холодная война была неизбежной. Правда, президент Рузвельт верил, что накал напряженности можно снизить с помощью доброй воли. И у него это получалось. Если бы Рузвельт еще пожил, возможно, накалы масштаба холодной войны были бы меньшими. Но мастера очаровывать людей и находить компромиссы Франклин Делано Рузвельт ушел в мир иной. В роли вице-президента Трумэн пробыл всего 83 дня. За это время они с Рузвельтом встречались всего дважды. И оба раза ничего важного не обсуждалось. Рузвельт невысоко оценивал своего вица и не ввел его в узкий круг, где принимались все важные решения. Гарри Трумэн не знал, что обсуждалось на высшем уровне с союзниками. Не знал, что атомное оружие практически создано. Не знал, что Америке делать в Европе. Разрушенная и отчаявшаяся Европа лежала между двумя главными победителями. Ее можно было оккупировать, спасать или сражаться за нее. Вступив в должность президента Соединенных Штатов, Гарри Трумэн признался. Это чудовищная ответственность. И я последний, кому она по плечу. После смерти Рузвельта ведущую роль взял на себя Уинстон Черчилль. Из участников Большой Тройки он был самым старомодным. Он жил идеалами исчезнувшей Британской империи. Он иногда вел себя как выдающийся государственный деятель, иногда как большой ребенок. У Черчилля легко зарождалась эмоциональная привязанность к тем, с кем ему приходилось сотрудничать. Временами даже к Сталину. Когда Гитлер напал на Россию, именно Черчилль сделал первый шаг навстречу Москве. Бывший организатор крестового похода против коммунизма заявил, что прошлое с его преступлениями, безрассудствами и трагедиями остается позади. Теперь Англия окажет любую помощь России и русскому народу. Выступая в Конгрессе США, Черчилль говорил. Достойно защищая свою родную землю, русская армия и народ нанесли врагу сильные удары. Старомодный аристократ Черчилль происходил из семьи, которая поколениями давала Англии государственных деятелей и солдат. Он пошел в армию, стал кавалеристом. Во время англо-бурской войны попал в плен, бежал. Бура назначили награду за его поимку – 25 фунтов стерлингов. У него никогда не было времени на серьезное изучение предмета и анализ. Он был блистательным импровизатором, человеком неожиданных идей и стремительных действий. Его не пугала война. Он понимал, что это его время, что он будет героем, и его не пугал трагизм и кровь войны. Его характер закалился в борьбе, когда выбор был простым – убей или тебя убьют. Понятие «железный занавес» Черчилль впервые употребил не в Фултоне, а в письме президенту Трумэну 12 мая 1945-го. «Железный занавес опустился над их фронтом», – писал Черчилль. «Мы не знаем, что за ним происходит». 18 мая премьер-министр Черчилль пригласил к себе советского посла Федора Тарасича Гусева на рабочий завтрак и сказал послу, что он хотел бы провести новую встречу Большой Тройки на территории поверженной Германии. Без личной встречи руководителей трех стран невозможно разрядить весьма напряженную обстановку. «Вы держите в руках европейские столицы и никого туда не пускаете», – говорил послу Черчилль. «Польские дела загнаны в тупик. Общая атмосфера накалена. Все это не может не вызывать у нас тревогу. Я знаю, вы являетесь великой нацией, и своей борьбой заслужили равное место среди великих держав. Но и мы, британцы, являемся достойной нацией. И мы не позволим, чтобы с нами обращались грубо и ущемляли наши интересы». Через несколько дней после поражения Германии премьер-министр Великобритании приказал своим военным готовить план грядущей войны с Советским Союзом. План получил название «Операция немыслимая». Он предусматривал совместные действия американских и британских войск при поддержке 100-тысячного немецкого корпуса, которому вновь выдадут оружие. Британские военачальники на совещании 24 мая 1945-го нашли идею войны с Советским Союзом фантастической и немыслимой. Они думали о другом. «Как быть, если русские оккупируют Францию и соседние небольшие страны?» Когда общий враг Гитлер был повержен, вновь встал вопрос, как относиться к Советскому Союзу. Массовые репрессии, насильственная коллективизация, голод – все это привело к тому, что в представлении Западного мира Советская Россия мало чем отличалась от нацистской Германии. Заместитель начальника британского генерального штаба генерал-лейтенант Генри Паунелл пометил в дневнике, что не может относиться к советским вождям, как к союзникам. Они – убийцы. Сталин опасался, что англичане и американцы могут сговориться с немцами и вместе повернуть оружие против него. 29 июня 1945-го маршал Жуков приказал провести полную перегруппировку советских войск, находящихся на территории Германии, и подготовиться к ведению боевых действий против неназванного противника. Шанс преодолеть разногласия представился на встрече «Большой Тройке» в Потсдаме. Уинстон Черчилль поздравил Сталина с общей победой. Тот скромно ответил – император Александр дошел до Парижа. Гарри Трумэну Сталин сам приехал знакомиться. Он медленно двигался, говорил неторопливо и мало. Трумэн считал очень по-американски, что большинство проблем – результат непонимания. Нужно встретиться лицом к лицу и обо всем спокойно договориться. С детства Трумэн гордился своей способностью договариваться с людьми. Здесь в Потсдаме началась атомная эпопея. Сюда Трумэну сообщили о первом успешном испытании ядерного взрывного устройства. И Трумэн сказал Сталину о создании нового оружия. И Сталин вроде бы позвонил Курчатову в Москву, чтобы тот ускорил работы. Хотя в реальности советская разведка неплохо была осведомлена о ходе работ по американскому атомному проекту. Но вот чего Сталин точно не знал – это что здесь, в одной из комнат этого дворца, американская и британская делегации Трумэн и Черчилль договорились о первом боевом использовании атомного оружия. Они решили сбросить атомную бомбу на Японию, на последнего врага, чтобы заставить ее капитулировать. Принято считать, что президент Трумэн сообщил тогда об успешном ядерном испытании, чтобы произвести впечатление на Сталина, надавить на него. Но Трумэн приехал в Потсдам в хорошем настроении. Морское путешествие доставило ему удовольствие. Показывали кино, нашлись партнеры для игры в покер. Он много гулял по палубе и думал, что со Сталином он тоже поладит. Из Потсдама американский президент писал жене – Сталин не нравится, он прямой человек. Идея использовать атомную бомбу для давления на русских никогда не обсуждалась в Потсдаме, писал Аверил Гарриман. Президент Трумэн просто об этом не думал. Настроение было такое – относиться к Сталину как к союзнику. Трудному, конечно, союзнику, в надежде, что будет вести себя соответственно. А вот здесь, в замке Цицилинхофф, в первый и в последний раз встретились ключевые фигуры холодной войны – Сталин, Трумэн и Черчилль. И вот здесь, на этой веранде, они позировали корреспондентов, здесь их снимали, они улыбались, демонстрировали дружелюбие, они старались показать, что между союзниками все хорошо. На самом деле, уже здесь, летом 1945-го, стало ясно, что между недавними союзниками возникли серьезнейшие, непримиримые противоречия. И очень скоро все это приведет к холодной войне. Подстами решали, что делать с разгромленной Германией. Договорились полностью уничтожить ее военную промышленность, распустить все нацистские учреждения, объяснить немецкому народу, что он сам виноват в своем бедственном положении и реконструировать германскую политическую жизнь на демократической основе. Но очень скоро Германия станет полем боя в холодной войне. В Подстдаме большую тройку покинул Уинстон Черчилль. Еще 25 мая на аудиенции у короля он подал в отставку, как премьер-министр Кабинета военного времени. Король поручил ему сформировать временное правительство и провести выборы, которые назначили на 5 июля. Британские солдаты, которые тоже голосовали, находились в Европе, поэтому на подсчет голосов потребовалось две недели. Черчилль, который находился в ореоле славы, рассчитывал на победу. Но консервативная партия потерпела тяжелое поражение и перешла в оппозицию. Победили лейбористы. Страна поверила в их обещание создать государство всеобщего процветания. После тягот войны никто не хотел думать о большой политике. Проигравшему Черчиллю пришлось уехать из Подстдама. Его сменил на конференции новичок, лидер лейбористов Клемент Этли, который чувствовал себя неуверенно рядом с Труманом и Сталином. Впрочем, все основные решения были уже приняты. После поражения на выборах Черчилль казался сломленным человеком, бледной тенью великого лидера военного времени. Он привык в военные годы к тому, что его появление на публике вызывало неподдельный энтузиазм. Хотя увидеть его своими глазами могли немногие, сам факт его присутствия вызывал спокойствие и уверенность. Отсутствие вызывало обеспокоенность и тревогу. Его голос был единственным оружием англичан, оставшихся один на один с нацистской военной машиной. Когда он выступал по радио, все так внимательно вглядывались в громкоговорители, будто могли каким-то чудом разглядеть его лицо. На самом деле, большей частью, они слышали голос актера Нормана Шелли, который зачитывал по радио речи, произнесенные Черчиллем в палате общин. Британия! Лучше живет в силу свободы! Бог спасет к王ям! После капитуляции Германии он признался, без войны стало скучновато. Ощущение опасности гальванизировало его мысль, пробуждало в нем жажду действий. Да и страна нуждалась в нем, пока шла война. Когда она закончилась, англичане предпочли другого. Окружение Черчилля советовало ему покинуть большую политику, в том числе его собственная жена. У него начались серьезные проблемы со здоровьем из-за курения и выпивки. Он выкуривал в день 8 сигар. Не отказывал себе ни в вине, ни в бренде, ни в виске, которые сопровождали обильные трапезы. В августе 1945-го Черчилль отправился отдыхать в Италию. Он хотел подумать и решить, что ему делать. Черчилль много гулял, наслаждался итальянской кухней, устраивал пикники, рисовал и размышлял. Он следил за той драмой, которая разворачивалась на просторах, разрушенной Европой. Он отказался удалиться на покой. Лидер оппозиции его величества вернулся в парламент. 9 ноября 1945-го, правда, поместило сообщение ТАСС из Лондона. Выступление Черчилля в палате общего. Возник кризис из-за советских войск в северном Иране, которые после окончания войны должны были вернуться домой. Но 1 марта 1946 года они вдруг отказались уходить. На Западе боялись, что Сталин намерен взять под контроль нефтяные месторождения Ирана. Для Англии, которая жила за счет импорта нефти, в том числе иранской, это был вопрос жизни и смерти. Возможно, это стало одной из причин того, что 5 марта 1946-го Черчилль произнес знаменитую речь о железном занавесе. Возникает очевидный вопрос. А можно ли было избежать холодной войны? Скажем, если бы Рузвельт пожил подольше, ведь Рузвельт так хотел дружить со Сталиным. Или если бы, например, Черчилль не проиграл парламентские выборы летом 1945-го? Если бы он оставался премьер-министром, может быть, он был бы осторожнее в словах и не произнес бы свою знаменитую речь в Фултоне? Или все-таки холодная война была неизбежной? В 1946 году Уинстон Черчилль приехал в Соединенные Штаты. В частности, он получил приглашение посетить Вестминстерский колледж в небольшом городке Фултон в Миссури, родном штате президента Трумэн. Я говорю очень тихо, потому что в этой церкви мы не одни. Миссури – не самый известный штат Соединенных Штатов, Фултон – не самый большой город, но здесь находится огромная церковь. Она была перенесена сюда из Лондона. Эта церковь, очень старая, была разрушена в 1940 году во время немецких бомбардировок Лондона. Через много лет после войны британские друзья Черчилль решили перенести ее сюда, в Фултон. В память о знаменитой Фултонской речи здесь открыли музей Уинстона Черчилля. Вестминстерский колледж и по сей день главная достопримечательность города. Президент Вестминстерского колледжа был хорошо знаком с близким к Рузвельту генералом Гарри Воганом, который здесь учился. Президент колледжа поехал в Вашингтон и попросил Гарри помочь пригласить Черчилля сюда, в Миссури. Генерал пошел к Трумэну. Президент Трумэн взял письмо, адресованное Черчиллю, и приписал внизу. Это прекрасная школа в моем родном штате. Надеюсь, Вы сможете приехать. Я Вас представлю. Всего наилучшего. Вот оригинал этого письма. Трумэн и Черчилль приехали в Фултон на поезде. Черчилль был в отличном настроении. Перед ужином проглотил пять порций скотча. Утром 5 марта внес последние исправления в свою речь, которые размножили на ротопринте. Американский президент прочитал текст и одобрил. Я утром купил местную городскую газету. Главное событие – взорвался грузовик в другом городе. Здесь, в Фултоне, где живет 12 тысяч человек, ничего не происходит. Здесь, возможно, вообще никогда ничего не происходило. Только однажды, в 1946 году, сюда приехал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Произнес в Минстонном колледже речь. И эта речь сделал этот городок историческим. Тысячи людей собрались, чтобы увидеть Трумана и Черчилля. После обеда в доме президента колледжа отправились в спортивный зал. Другого помещения, способного вместить всех желающих, в колледже не нашлось. Во вступительном слове Труман рассказал, как познакомился в подсдаме с Черчиллем и Сталином. И они оба ему понравились. Черчилля он назвал одним из выдающихся людей нашего времени. «Я глубоко восхищаюсь доблестным русским народом и моим товарищем в военные годы маршалом Сталином», – говорил Черчилль. «Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность своих западных границ, устранив любую возможность германской агрессии. Мы рады, что Россия заняла законное место среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. Но я не могу не сказать о том, что происходит в Европе. На мир, озаренный победой союзников, пала тень. Никто не знает намерения Советской России и ее международной коммунистической организации. И каковы пределы, если таковые существуют, их экспансии». Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произносил свою речь здесь, в этом спортивном зале. Здесь поставили стулья, и на них разместились почетные гости, те, кому хватило билетов. Остальные слушали Черчилля на улице, через микрофон. Знаменитые слова о железном занавесе, разделившем Европу, в первоначальном тексте речи отсутствовали. Он произнес их импровизируя, но именно из-за этих слов фултонская речь Черчилля вошла в историю. «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на наш континент», – говорил Черчилль. «По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Все эти знаменитые города и их население оказались в советской сфере. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами. В них нет подлинной демократии. Это явно не та свободная Европа, ради которой мы сражались. Я не верю, что советская Россия жаждет войны. Она жаждет неограниченного расширения своей власти и идеологии. Из того, что я наблюдал в годы войны, я заключаю, что наши русские друзья и соратники ничем не восхищаются больше, чем силой. И ничего они не уважают меньше, чем слабость. Особенно военную слабость. Первая реакция была очень критической. Газеты обвиняли Черчилля в том, что он отравил и без того трудные взаимоотношения между США и СССР. И опять пытается втянуть Америку в европейские дела. Турман был поражен критикой. Он поспешил сказать журналистам, что не читал текст заранее. В свободной стране каждый имеет право сказать, что он думает. Сталин назвал речь Черчилля опасным шагом. Увидел в ней контуры противостоящего ему военного союза. Хотя сильно рассчитывал на англо-американские противоречия. 9 февраля 1946 он выступал перед избирателями на выборах в Верховный Совет СССР. Сталин сказал, что коммунизм и капитализм несовместимы, поэтому война неминуема. Конфликт с Западом возникнет в 50-е годы, когда Америка будет переживать тяжелый экономический кризис. В Вашингтоне вздрогнули. Американские политики решили, что Сталин объявил войну Соединенным Штатам. Подтвердил товарищ Сталин, что мы бомбу испытаем. Бомба будет, бомба есть. Это надо вам учесть. Государственный департамент попросил посольства в Москве разобраться в истинных мотивах советской политики. Объяснить, что означает речь Сталина. Почему советские руководители отвергают все американские предложения и с ними ни о чем нельзя договориться. В телеграмму поступила советнику-посланнику Джорджу Кеннону, который после отъезда посла Гарримана остался поверенным в делах. Кеннон, прекрасно знавший русский язык, русскую историю, русскую литературу, был среди первых американских дипломатов, которые приехали в Москву еще в 1933 году. В те февральские дни 1946 года он болел, лежал в постели, спас в хаосе. Он страдал от жестокой простуды, которая сопровождалась высокой температурой, от гайморита, и у него ныли зубы. Интроверт, часто пребывавший в унынии, он был не из тех, кто хорошо чувствовал себя во враждебном и подозрительном мире сталинской Москвы, где иностранных дипломатов отрезали от общения не только с простыми людьми, но и даже с чиновниками. Джордж Кеннон пребывал в депрессии и подумывал об отставке, поскольку к нему не прислушивались. Он считал, что советская система полностью противоречит американской и нет основы для компромисса. Теперь он мог высказаться откровенно. 22 февраля он отправил в государственный департамент так называемую «длинную телеграмму». Главная цель Советского Союза состоит в том, чтобы повсюду распространить свое влияние. В лице СССР мы имеем дело с политической силой, которая фанатично верит, что с США невозможно достичь согласия. В этих условиях ясно, что главным элементом политики США по отношению к Советскому Союзу должно быть долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание советских экспансионистских тенденций. С пометкой «не подлежит сокращение» телеграмма поступила всем видным чиновникам в Вашингтоне. У них было ощущение, наконец-то все стало ясно. Теперь понятно, как действует в отношении Советского Союза. Джордж Кеннон предсказал войну не на жизнь, а насмерть между двумя системами.